всем привет сегодня с вами снова марина петрушенко и приготовим рыбу с картошкой для приготовления нам потребуется 1 килограмм картофеля 500 грамм чищенной рыбы луковицу весом 120 грамм 80 грамм сметаны или майонеза смесь перцев соль подсолнечное масло картофель нарезаем не очень мелко но и не крупно примерно вот такими небольшими брусочками кубиками не знаю как назвать мелким кубиком порежем лук в рыбу добавим чайную ложку соли и 80 грамм сметаны все хорошо перемешаем нам необходимо чтобы рыба была соленая и в сметане никаких специй к рыбе мы больше не добавляем то есть просто все хорошо перемешать рыба просолится и будет сочной нежная сметаны на дно чаши наливаем 4 столовые ложки подсолнечного масла то есть достаточно много выкладываем слой лука на дном распределяем лук тонким слоем по дну картофель необходимо посолить и перемешать я добавлю полторы чайной ложки соли все хорошо перемешаем на лук выкладываем слой картофеля картофель посыпаем примерно пол чайной ложки смеси перцев смесь может быть любой далее выкладываем рыбу желательно в один слой поверх картофеля в сметану в которой мариновалась рыба добавляем 160 миллилитров горячей воды можно не кипятка просто горячей воды и заливаем это все рыбу с картошкой закрываем крышку мультиварки готовить будем на режиме выпечка или печь 40 минут уменьшим время нажимаем старт и так время истекло давайте посмотрим что у нас получилось за это время и рыба и картошка успели приготовиться благодаря тому что мы добавили жидкость во время пара отделения сильного на режиме выпечка 130 градусов картошка и рыба успели приготовиться большая часть жидкости выпарилась если осталось чуть-чуть то на самом дне снизу картошка с луком как бы получается чуть поджаристой перед подачей на стол блюда я украсила свежей зеленью у меня укроп и петрушка можно использовать еще зеленый лук и при желании добавить рубленый чеснок рыбка получается нежной сочной картошка тоже успевает приготовиться и получается очень мягкой рассыпчатой огромное всем спасибо за лайки комментарии подписывайтесь на канал нажимайте колокольчик чтобы первыми получать уведомления о новых рецептах всем приятного аппетита и до новых встреч